В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Аварийно-спасательной службе Рязанской области 19 лет. 5 тысяч жителей города приняли участие в празднике Всемирного дня подтягиваний. И как не заблудиться в городе, когда одна и та же улица носит несколько названий? Аварийно-спасательной службе Рязанской области 19 лет. За последний год сотрудники службы выполнили более тысячи выездов на ликвидацию различных чрезвычайных и аварийных ситуаций. Они принимают участие в ликвидации последствий ДТП, а также выезжают на различные происшествия, связанные с обрушениями, взрывами, ураганами, лесными пожарами и паводками. При этом спасатели оказывают помощь не только при возникновении чрезвычайных ситуаций. 19 лет Рязанская область находится под защитой специалистов, задачей которых является поиск и спасение людей. Наш отряд предназначен для ликвидации чрезвычайных ситуаций происшествий на территории Рязанской области. Но имеется резерв Центрального федерального округа, резерв МЧС России, в который мы также входим. Спасатели это скромные и преданные своему делу люди, и поэтому празднование проходит на рабочем месте. Поздравить личный состав приехал начальник главного управления МЧС России Рязанской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Иванович Филиппов. За годы существования структура полностью доказала свою состоятельность, а ее сотрудники проявили умение оперативно работать и решать поставленные задачи. Аварийно-спасательная служба была образована 12 сентября 1997 года и тогда называлась поисково-спасательной. Новая служба предназначалась для проведения спасательных и поисковых работ в чрезвычайных ситуациях. Тогда личный состав был совсем незначительным. Теперь же в составе аварийно-спасательной службы 34 спасателя и 6 кинологов. К тому же специалисты обеспечены самой передовой техникой. Снегоболотоход, гидроциклы, имеются также лодки на вооружении, машины для переброски спасателей в любую точку Рязанской области, а также для переброски при необходимости в другие регионы Российской Федерации. Лучшие спасатели в этот день были награждены памятными грамотами за отличную работу. Анастасия Козловская в профессии 8 лет. Специалист кинолог. Вместе со своим питомцем Потапом участвовала во многих операциях своего подразделения. Последний месяц постоянно ездим на поиски потерявшихся в лесу. И он так же, как и мы, все терпит эти тягости с нами, ходьбы десятков километров по лесу. Ну, справляется. Профессию попала, будучи большим специалистом в работе с животными. Вначале во многих волонтерских организациях состояла и участвовала. А тут как бы с такой способной собакой предложили попробовать именно помогать людям. Ну, пошли, попробовали, получилось. И так вот нашли свое место. Кстати, черный лабрадор стал спасателем, когда ему было всего три месяца. И так же, как и хозяйка, этот пес отпразднует свой профессиональный праздник. Он получит любимое лакомство. У них свои лакомства. Они любят очень мороженое. Поэтому всегда получают порцию за хорошую работу. После торжественной части личный состав вернулся на службу. Ведь для любого спасателя важно лишь одно. Для нас лучший праздник – это чтобы ничего не случилось. А не дай бог что-то случится, мы всегда придем на помощь. Немногие радуются наступившей осени. Некоторые из-за смены сезона впадают в осеннюю хандру. По словам психологов, осенью хандрит каждый пятый. Русский человек еще с пушкинских времен знает, что с наступлением осени сразу нужно начинать грустить. Причем чем демонстративнее, тем лучше. Как делали это литературные представители российской интеллигенции. Легкой апатией и тоскливым настроением давно никого не удивишь. Как только погожие летние денечки сменяются хмурыми осенними днями, Рязань наполняется недовольными лицами, вечно спешащих куда-то прохожих. Оказывается, осенняя хандра действительно существует. Случиться она может с каждым. Но есть более устойчивые люди. Как вам прекрасная осенняя пора? Очень люблю. Очень замечательно. У вас не бывает осенней хандры? Нет, никогда. Здравствуйте. Как? Как так и все, какие-то? Не надо спросить. Хандрите? Хандрите. Очень хорошо. А что вам нравится? Жизнь продолжается, все красиво. Хандры нет у вас? Бывает. Хандры нет? Нет. Всем так нравится осень, вот кого не спроще среди. А что, нормальная погода, теплая? Вообще, самое нелюбимое время года. Много у вас друзей, которые хандрят? Да. И я, и товарищи, и жена. Вы прям плачете все вместе? Да нет, никогда не плачем. Хандры не бывают? Бывает. Замечательно. Вам нравится? Да. А вы хандрите, по-моему, да? Да, да, немного. Более эмоциональные и чувствительные люди могут быть подвержены хандре. Под ней понимается пониженное настроение, повышенная утомляемость, нежелание что-то делать, с кем-то говорить, куда-то идти. Маленькие дети от хандры практически не страдают. Они всегда знают, чем заняться. К тому же, люди взрослые, которые испытывают сложности со своей текущей настоящей жизнью, точно имеют больше предрасположенности, чтобы впасть в хандру. Причины обретения такого состояния кроются в погоде, становится пасмурно, световой день сокращается. Все это влияет на физиологию, количество гормонов изменяется, что приводит к изменениям во всем состоянии человека. Если поддаваться этой хандре, можно достигнуть депрессии, что будет уже являться неврологическим, психиатрическим диагнозом. Так что людям с пониженной устойчивостью нужно срочно начинать заботиться о себе. Можем делать небольшие перестановки в своей квартире, в доме, темные покрывала сменить на более светлые. Чтобы визуально делать мир чуть ярче и чуть светлее, это действительно будет помогать улучшать настроение. Точно проводить время в приятных компаниях, можно понежиться в теплых ваннах, это бывает важно, приятно. Может быть, залежаться в кровати. Залежаться, но не залеживаться все-таки. По наблюдениям психологов, женщинам проще справиться с хандрой. У них существует больше атрибутики для борьбы с ней. Достаточно поменять сумочку, добавить на ряд яркий шарф, серьги, брошку, яркие сапожки, купить новые духи. Восполнить ту цветовую палитру, которая ушла от людей вместе с летом. Нужно больше заботиться о себе, уделять время себе и близким. А у рязанцев, оказывается, есть и другие способы борьбы с осенней хандрой. Я в лес хожу, на велосипеде езжу. У меня собачка есть, с ней гуляю. Да вообще стараюсь. Я потом работаю среди детей, инвалидов. Они такие прекрасные дети, это просто прелесть. И, вы знаете, снимают всю вот эту хандру, честно говорю я вам. Музыка, выставки, эстетические радости. Лес, грибы, какая тут хандра. Спасибо. Среди прочего назывались занятия спортом. А еще один беспроигрышный вариант – это горький шоколад. Можно его есть, если на это нет медицинских ограничений. Он точно поднимет настроение. Также на пользу пойдут фрукты, такие яркие, как мандарины. Не только вкусом, но и внешним видом они придадут энергии и сил. И, конечно, вкусный чай. Может быть, тот, который вы еще не пробовали. С фруктами или редкими душистыми растениями. От хандры советуют специалисты заниматься спортом. Рязанцы следуют этим рекомендациям. Около пяти тысяч жителей города приняли участие в празднике Всемирного дня подтягиваний. Десять пунктов подтягиваний. Тысячи желающих проверить свои способности и приобщиться к соревновательному дню. Так прошел Всемирный день подтягиваний в Рязани. Главная точка по принятию подтягиваний – площадка напротив спорткомплекса «Чайка». Помимо гендерной принадлежности, деление происходило по возрастному критерию на следующей категории – до 10 лет, до 18 лет и старше 18 лет. Самой юной участнице дня подтягиваний 2016 года было 7 лет, а самому старшему спортсмену – 72 года. Меня зовут Владимир, мне 72 года. Я занимаюсь спортом всю свою сознательную жизнь. Бегал, прыгал, занимался гимнастикой, ходил в спортзал. Ну и сейчас я подтянулся 11 раз. На спортивных площадках Рязани в этот день побывали 4816 человек. Общее число подтягиваний составило 63 862 раза, что на 15 тысяч раз больше, чем в прошлом году. В среднем каждый участник акции подтянулся 12 раз. Максимальное количество повторов, сделанных мужчинами, составило 60, а женщинами – 45 подтягиваний. Мероприятие Всемирный день подтягиваний проходит с 2011 года. Впервые он прошел в Латвии. Организатором являлась Всемирная организация воркаут и калистеники. В Рязани впервые она прошла в 2015 году. Мы сделали 47 тысяч подтягиваний. Тем самым мы заняли первое место среди городов, которые участвовали в России. И Россия в итоге заняла первое место. Каждое правильное подтягивание пошло в личный зачет участнику, общий зачет учреждению, городу и стране, внося вклад в будущую победу. Согласно правилам, у каждого участника было несколько официальных попыток. Результаты суммировались. Напомним, что по результатам проведения спортивной акции, Россия заняла первое место среди 71 страны-участницы. Не только в городе, но и в области участились случаи, когда водители сбивают пешеходов. С наступлением учебного года, особенно часто, пострадавшими становятся школьники, причем на пешеходных переходах. В автоинспекции еще раз напоминают о соблюдении правил дорожного движения. В настоящее время, когда световой день становится короче, и погода становится дождливой, а пешеходы предпочитают темную одежду, учащаются наезды на пешеходов в темное время суток. Если взять количество наездов на пешеходов в течение суток, то именно аварийными часами являются в вечернее время и в Рязани, и в сельской местности. Связано это с тем, что недостаточно освещения и пешеход в темной одежде. И чаще всего без этого возвращающих элементов. К тому же учащаются нарушения правил дорожного движения как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. За 8 месяцев текущего года привлечено к административной ответственности около 8 тысяч пешеходов и около 5 тысяч водителей за то, что не пропустили пешеходов. В связи с этим управление ГИБДД советует следующее. Чтобы избежать наездов, пешеходам необходимо при переходе проезжей части убедиться в том, что водители их видят, остановились и пропускают. Не надо подходить к пешеходному переходу и, не глядя, переходить дорогу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратнее на дорогах. И напоследок. Наверняка многие замечали, что в городе существуют места, которые носят не одно, а несколько названий. Например, улица Почтовая также именуется под Белкой. Таким образом, найти нужный адрес, например, туристу, становится непросто. О том, как вышло, что один и тот же дом расположен сразу под трем адресом, в сюжете Марина Комиссаровой. В сквере возле Академии ВСИН России привычно видеть людей в военной форме. Это площадь, которая не пустует ни в один из дней воинской славы. Здесь возвышается памятник легендарному генералу Василию Маргелову. Его имя и носит в настоящее время площадь. Это самая маленькая площадь в городе, между тем сосредоточившая самое большое количество памятников в одном месте. И история смены названий этого уголка тоже велика. Эпонимический парадокс. Кстати, в народе эта площадь зовут площадь дяди Васи. Хотя официальное имя площадь имени Василия Филипповича Маргелова. Но это третье название этой площади. Историческое название 18 века. Сенная. Потому что здесь, рядом с Хлебной площадью, проходили крупнейшие сенные торги. И, кстати, сено в Азаме зимой возили аж в Москву. Почему? Рязанское сено считалось настолько полезным и вкусным для коровки, что получалось замечательное молоко. Название площади на тот момент считалось самым длинным в мире. Имени 1-й варшавской польской пехотной дивизии Тадеуша Костюшко. Оно включало 9 слов и 61 букву. Но для удобства была сокращена до фамилии военачальника, что в корне меняло смысловую нагрузку названия. Сейчас облом имени напоминает стелла в сквере и память горожан. Несмотря на попытки местных властей привести топонимику в порядок и переадресовать некоторые дома, в сознании людей крепко укоренились старые имена. Вот еще год назад примерно вся правая сторона, если идти с Хлебной площади, вся правая сторона нынешней площади дяди Васи была сплошь путаницей. Почему? Один из домов с корпусом был Поколяева, хотя уже название семинарское было восстановлено. Второй дом был прям площадь Костюшка. Дом 3, корпус 1, по-моему, вот такой адрес был. И третья была семинарская. То есть на одном пятачке стоишь, оглядываешься вокруг и видишь 3 или 4 даже разных названий. Все равно сейчас получается так, что рядом стоят по соседству дома один семинарский, другой семинарский. Получается, что все равно довольно сложно сориентировать. Ну, только что нам сказал работник ЖЭКа, такой рабочий пролетарий, показывая на этот огромный дом, который обрамляет эту семную площадь, он сказал, а вон тот дом, Костюшка 3. То есть до сих пор в ЖЭКе мастера, сантехники, водопроводчики и прочие числят его по Костюшке. Адреса домов вокруг площади, так сложилось исторически, тоже перепутаны. В ряд выстроились многоэтажки, которые хотя и соседствуют, но стоят на совершенно разных улицах. Синная, Семинарская, Костюшка. Хотя уже сейчас все дома в округе сводят к одному адресу. Улица Синная. За моей спиной табличка с именем немецкого революционера Карла Липкнахта, который имеет сомнительное отношение к истории нашего города. Разве что вносит путаницу в топонимику Рязани. Ведь дом стоит по улице, которой давно возвращено историческое название – Вознесенская. Вознесенская улица получила свое имя в 18 веке и стала одним цельным ансамблем вместе с площадью Вознесенской и Вознесенским храмом, реставрация которого сейчас активно идет. Улица Ленина, ранее Астраханская, делила Вознесенскую на две части. Вторую часть зовут Введенской. И вышло так, что несколько домов так и остались домами на Липкнахта. Однако за возвращение им исторического имени до сих пор родеют и краеведы, и неравнодушные к истории города рязанцы. И на этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова